На чердаке Дома офицеров генеральная уборка. При свете карманных фонариков активисты студотряда выбрасывают ненужный хлам. Субботников здесь не было с советского времени. От любого движения в воздух поднимается облако пыли. Но не с пылью борются, а с ненужными тоннами мусора. Перед реставрацией здание Дома офицеров должно пройти экспертизу. Чтобы ее результаты оказались точными, необходимо избавиться от лишней нагрузки на перекрытие. А ее здесь без малого тонн 10. Задействованы только парни. По словам самого главного активиста Игоря Упкунова, на призыв о помощи откликнулись самые опытные бойцы. За их плечами Олимпийская стройка и Богучанская ГЭС. Здесь будут работать команды, которые будут выполнять работы по разгрузке несущих конструкции помещений, благоустройству, для того, чтобы подготовить здание к проведению экспертизы и оценке его состояния. А также для того, чтобы выполнить действительно работы, которые позволят применить труд молодежи и создать собственный дом, молодежный дом. Тягости пыльной работы студенты разбавляют легендами о кладе. Рассказывают, что в Доме офицеров хранятся сокровища. По преданию, во время революции их могли здесь спрятать купцы. В Доме офицеров уже дважды находили клад с золотыми монетами. В 1946 году это произошло в первый раз. Тогда солдаты стройбата ударили киркой по стене. И оттуда, как по волшебству, посыпался град из монет. Второй клад нашли в 1984 году на втором этаже, когда на месте одной из печей устанавливали сейф. Тогда за стеной нашли крысиную нору, а в крысиной норе украшения и драгоценности. Но пока вместо драгоценностей десяток нержавеющих самоваров, а также шкафы и румынские кресла. Большая уборка должна закончиться в ближайшее воскресенье. К этому времени преобразятся не только подвалы и чердаки Дома офицеров, но и прилегающая территория, в том числе военные орудия. Анастасия Звиткова, Александр Мокин. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok